Всем привет, меня зовут Илья, сегодня у нас слэповый контент. Я подумал, что пока что у меня еще живы струны на джазбасе, нужно пилить видос по слэпу. Не буду долго рассусоливать, расфилософствовать и прочее, говорить много слов, сделаю максимально плотно, информативно, без лишнего мусора. Будет речь сегодня о том, точнее не речь о том, а я расскажу, покажу две слэповые фишки, две слэповые крутые фразы, которые могут улучшить и прокачать твой слэп, твой уровень игры слэпом. Так скажем, обогатит добавить изюминку и вишенку на тортик. Первая фраза, условно ее можно отнести к вутеновской школе, к вутеновскому стилю, к его, так скажем, музыкальному видению. Даже по самому звучанию этой фразы сразу чувствуется вутен, вутен, его характерная манера. Лично я увидел, услышал у него, и когда снял эту фразу, научился ее играть, то был рад. Я думаю, что ты тоже будешь рад. Итак, что мы играем? Сейчас рутина, сейчас просто нудно, надо поставить пальцы на гриф и нажимать, куда я покажу. Очень нудно, но это быстро будет. Значит, во-первых, чтобы сыграть хорошо что-то, все что угодно в мире, нужно понять, что ты играешь, какие ноты, какие длительности. Это триоли, точнее секстоли. Секстоли это как триоли, только в два раза быстрее, в два раза короче. Это как триоли с шестнадцатыми. Что же мы здесь играем? Для того, чтобы было понятнее, делю на два. То есть, играю, показываю по три ноты. Тональность у нас ми, ми минор будет, так как эту фразу удобно играть в ми миноре с открытым ми, к примеру. Вообще, для гитаристов эта тональность удобна, для кого-нибудь секрет, для басистов это тоже, в общем-то, не исключение. Поэтому, эту фразу хорошо играть, если ты играешь в ми миноре, больше всего можно вариантов найти. Значит, что мы играем? Первое. Открыто ля, хаммер на ми. И делаем открытая соль. Это триоль. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть, еще раз. Открыто ля, хаммер на ми и открытая соль. Это первые три ноты. Вторые ноты. Открыто ля, открыто ля, потом играется квинта от этой ми нашей, это у нас нота си. То есть, вот такая фраза. Играется это мизинцем. Сложность в том, что натренировать мизинец, сделать вот этот вот небольшой такой, как называется, забыл, у гитаристов баррэ, баррэ, вспомнил, да. Вот, баррэ, такой небольшой баррэ именно мизинцем. И, собственно, играем вот эту си квинту и делаем кварту вверх. Играем этим же мизинцем на октаву выше ноты ми. Ставим метроном, где-то темп 75. Ловим. Перед тем, как играть метроном, надо хотя бы пару минут, хотя бы послушать его. Ну, не минутку, ладно, 30 секунд, окей. 30 секунд слушаем, чтобы понять, почувствовать вот это вот, запомнить этот клик. Начинаем с трюалей. Прикончик, слушай. Эта фраза хорошо звучит от открытой ля, но если очень захотеть, конечно, можно от открытой ми поиграть, но это не так часто используется и звучит довольно мало читаемо. Ну, можно попробовать, никто не запрещает. Вот он использует соло, как правило, частенько, например, когда нужно какую-то комбинацию сделать, он может двигаться вверх. Ну, скажем так, нагнетая атмосферу. Или просто заполнить какое-то пространство, где надо много нот сыграть или связать аккорды. Можно использовать эту фразу. В общем-то, тут дело фантазии. Можно вставить в любой риф. Я, например, взял риф простой, там, три ноты, и добавил в него вступление. Именно с этой фразы. С экстоли, играющей в унисон с барабанами. Барабаны тоже играют эти триоли, и это звучит прикольно. Я лично для себя нашел вот это вот применение, как в таком втутином фьюжном вступлении. Пападу-пападу-пападу, когда барабанщик тебя тоже дублирует. Это звучит прикольно. А потом начинается основной риф. Но при этом барабанщик, конечно, должен не злоупотреблять какими-то там напольным томом. Играть на малом больше и на самом левом высоком томе, чтобы не слишком частотно залезать в бас-гитару. Чтобы не было прям буб-буб-буб-буб такого. Играть повыше. Соответственно, он тоже это учитывает. Играет там на малом, плюс левый том, который сам маленький. Не злоупотребляя напольным, например, который низкий звук дает. Ты можешь сам придумать, как его использовать. Хоть в соло, хоть в любом рифе, если это обосновано. Но на самом деле могут три ноты прозвучать. Это абсолютно необязательно уметь. И абсолютно необязательно все, что ты знаешь, использовать всегда. Все эти фишки, все вот эти фразы. Обязательно ты должен в каждом рифе играть. Нет, это достаточно такая пикантная, достаточно как приправка такая легенькая. Которая делает вот этот изюм такой. Делает фишку. Без него можно обойтись, можно сыграть и три ноты. Если я уберу из этого рифа, который я играл сейчас, допустим, вот эти секстоли, то риф не станет плохим, допустим, музыка не станет плохой. За риф все равно прозвучит даже вот эти три ноты. Там нет никаких технических вообще возможностей. Даже ничего не надо технически играть. Три ноты вообще элементарно. Только ровно сыграет красиво. Ну, ровно, я имею в виду относительно человеческих возможностей. Ни один человек абсолютно в сетку не может сыграть, потому что он человек, он не робот. Поэтому играть с чувством, играть с чувством с барабанщиком красиво эти три ноты, они прозвучат. Не обязательно для этого поливать все знающие тобой фишки. Знаемые. Прием номер два. Это когда мы к дабл-тампу добавляем подцеп указательным пальцем. Дабл-тамп это, для тех, кто не знает, это удар вверх-вниз большим пальцем. Плюс подцеп, создавая триоль. Таким образом. Этот прием часто уже используется, его все уже владеют, все научились. Я как-то о нем уже говорил даже в одном из своих роликов, но не давал никаких упражнений, ничего так вскользь упомянул. И были даже комментарии по этому поводу, что там, может, какие-то парочки упражнений. Я сегодня разовью эту тему, дам упражнение и объясню, как использовать. Есть неплохое упражнение, то же самое. Это триоли, да, но можно их в секстоле превратить, если в два раза быстрее, в этот же промежуток времени в два раза больше нот воткнуть. В чем преимущество этой техники? Можно играть по гаммам, можно играть вообще любые ноты этими триолями. И невозможно сыграть, например, вот так вот. Это неудобно, это невозможно в рифе одним ударом только сыграть в этой триоли. Поэтому умные люди изобрели вариант с указательным пальцем, с подцепом. Хорошее упражнение. Исключаем метроном. И играем триоли. По пентатонике ми минорной. В конце этого упражнения я играю флажилет на пятом ладу, извлекая его ударом вниз правой руки ногтями под первым дум струном, соответственно. Для того, чтобы круто звучало. Что касается этого приема, он достаточно специфический. Опять же, не обязательно его рисовать, и он совершенно не обязательно. Даже в книжке о пентхеме его вообще нет, например. Ну и во многих книжках. И опять же, этим можно украсить, дополнить, как-то увеличить свой запас вот этих приемов. И в каких-то ситуациях можно будет сыграть то, что, например, нельзя сыграть просто большим пальцем или просто даблтампом вверх-вниз. В итоге скажу пару слов традиционно, что не стоит так гипертрофированно относиться к каким-то техникам прогрессивным, слэповым. Не стоит сразу пихать эти упражнения во все свои песни. Не стоит злоупотреблять этими приемами. Я еще раз повторю, они имеют характер лишь как украшение, как обогащение твоей музыки, а не основы для нее. Это лишь дополнение. Я лично знаю отличных бас-гитаристов, супер-профессиональных, которые даже не заморачиваются и не умеют даже вот этих вещей делать. Но это не делает их непрофессиональными, не делает их плохими бас-гитаристами. Они круто играют, чувствуют музыку, качают, играют как надо, очень круто, но не заморачиваясь практически об этом. Даже тот же Pastorius, он практически вообще слэпом не играл, может в одном альбоме где-то подцепил один раз ноту и все. На этом его слэповая история закончилась. И это не помешало ему стать великим. Поэтому используйте все это с умом, используйте это музыкально, где надо, не стоит пихать везде, где можно. Тот же прием с дабл-тампом, с подцепом, у некоторых бас-гитаристов можно посмотреть на каналах, например, все риффы просто с этими триолями. Ни одного риффа без этого нету, и как бы все это гипертрофировано, очень много. Это только прямо в глаза бросается. Это совершенно не обязательно так делать, главное слушать сердце, слушать свою душу и делать все музыкально и как надо. Всем спасибо, что смотрели. Любовь, доброта, пока. Субтитры сделал DimaTorzok